привет друзья с вами канал prime bike и сегодня коротенькое видео о тормозах на электровелосипедах для того чтобы тормозить на электровелосипедах используют ну предпочтительно конечно же используют специальные ручки с гиркончиком они выглядят к примеру вот так то есть как видите классическая тормозная ручка под трос и из нее выходит вот какой-то такой провод этот провод просто двухжильный он идет гир кончику и когда вы нажимаете ручку контакт замыкается или размыкается в зависимости от того какой вас контроллер и какая ручка и ваш мотор отключается зачем это нужно это нужно для того чтобы когда вы едете скажем в режиме ассистент то при экстренном торможении у вас отключался мотор может быть не все знают но когда ты едешь в режиме ассистент то мотор тебя еще немножко протягивает после того как ты перестаешь крутить педали соответственно возникает какая-то экстренная ситуация ты перестаешь вращать педали логически начинаешь тормозить но мотор продолжает тебя тянуть мотор вряд ли вы так испортите но какие-то неприятные ситуации могут произойти также если у вас скажем ручка не вращательного типа не мотоциклетного не половинка а это кнопка или рычаг то тоже экстренной ситуации очень часто вы забываете пустить кнопку сам флажок и нажимайте тормоз то есть если в таком типе велась ну таком типе ручек газа как у меня вы ну как бы по-любому и и бросайте потому что для того чтобы нажать тормоз вам нужно разжать руку соответственно вы руку разжимаете ручка проворачивается и газ сбрасывается но опять же если я еду на ассистенте то такой вариант не канает есть также вот такие уже более продвинутые ручки это даже имеет такой звоночек это ручки фирмы так true вот здесь тоже стоит гир кончик вот на разрыв достаточно классные ручки но здесь минус в том что активная ручка только одна как видите провод выходит только с одной ручки с какие еще варианты существуют как видите у меня стоят ручки обычная shimano они мне очень нравятся менять их не хочу вот поэтому я вышел из ситуации таким образом ставится в разрыв рубашки троса вот такой вот адаптер это электронный тормоз тоже он срабатывает когда вы нажимаете ручку то есть вы тянете трос он там внутри все так же самое как и в тормозной ручке замыкает контакт гир кончика и наш контроллер понимает что мотор нужно отключить как выйти из ситуации на гидравлике на гидравлику этот вопрос решается либо установкой специальных ручек гидравлических либо уже целого комплекта гидравлики в которых также как и в этих уже есть встроенный гиркон или ставятся специальные как бы тоже в какой-то мере тоже выглядит более колхозно потому что это просто приклеивается гир кончик приклеивается магнитик и вот там как-то это все работает но тем не менее такое тоже есть и китайцы это делают вот поэтому даже если у вас на гидравлик ну тормоза гидравлические то выйти из этой ситуации можно мне вот эти лично ручки тектор очень сильно нравится не только из-за того что здесь есть звоночек а еще из-за того что они обрезиненные и достаточно качественно выполнены но тем не менее я все-таки остался при своих и вам рекомендую тоже оставаться при своих ручках потому что есть вот такая такой адаптер он стоит там около 10 долларов и не вижу смысла как бы менять полностью ручки потому что вот вот такие вот дешманские ручки у них во первых очень большая модуляция то есть с ними настроить тормоза очень сложно и усилие передается на тормоз тоже не очень хорошо и стоит они тоже 10 долларов поэтому не вижу в них абсолютно никакого смысла а покупая вот такие ручки конечно вы уже выложите гораздо большую сумму с вами был канал prime bike подписывайтесь обязательно на канал всем пока